Приветствую всех на моем канале! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку и добро пожаловать в мое новое видео! Я недавно накупила себе новых ароматов, поэтому сегодня видео будет посвящено распаковке моих новых парфюмов. Здесь у меня две новинки этого года, два новых выпуска, а также два хита, которые я приобрела к себе в коллекцию. Сейчас будем распаковывать и все вам подробно расскажу. Так, начнем мы с бренда Ксирджов и его новинки Касса Марати Кватру Пиццы. Очень ждала этот парфюм. Производитель нам тут обещает очень приятную туберозу. Я очень хотела какой-нибудь новый парфюм от бренда Ксирджов, долго не знала какой же выбрать. И как-то недавно я заезжала в Беймен и увидела, что у них появилась вот эта новиночка. Аромат с туберозой. Туберозу парфюмерии я люблю. У меня есть аромат тубероза от Нишанэ. И, естественно, когда я увидела, что у них появилась вот эта новинка, я решила ее приобрести. Я купила в объеме 30 мл. Она идет вот в такой симпатичной коробочке. Очень похожа на книжку. Ну что, давайте распакуем. Начну с того, что мне очень понравилось оформление упаковки. Коробка запечатана в слюду, открывается за ленточку, как шкатулка. Флакон надежно зафиксирован и не выпадает при резком открывании, как это бывает у других производителей. Очень приятного белого перламутрового цвета флакончик. А если вы будете покупать объем 100 мл, то он еще дополнительно будет украшен кисточкой в цвет коробочки. Крышечка, как всегда, в стиле бренда. Увесистая, тяжеленькая, золотистого цвета. Я тестировала аромат в жару, и он очень красиво раскрылся. Не знаю, как будет в более прохладную погоду, в декабре или январе, но летом для меня это и нежная кокосовая тубероза, и травянистая прохлада, и освежающая мятная сладкая жвачка. Очень красивый аромат со своим характером. Как будто в парфюм Торина от Ксерджов добавили туберозу. Аромат средней громкости, шлейфовый, стойкость примерно 5-6 часов. В течение дня я его обновила один раз. Очень рекомендую для ознакомления, но так как все-таки аромат на любители, рекомендую тестировать в магазине перед покупкой. И желательно на кожу, а не на блотер. И как следует подумать. Продолжаем нашу распаковку. Следующий парфюм тоже новинка этого года. Монталь Бабл Форевер. Недавно сидела, думала, что очень хочу себе еще один аромат от Монталь к себе в коллекцию, чтобы здесь в Турции у меня была своя коллекция Монталь. Потому что все осталось в Москве. И не знала, какой выбрать. Изначально я выбирала между Ванила Экстази и Чоклад Криди. Иногда хочется чего-то простого, сладенького для поднятия настроения на каждый день. И заметила статью на Фраге, что у них появился новый аромат. Уже есть много обзоров, отзывов на этот аромат. И я, конечно, тоже захотела протестировать его лично. Пришлось заказать через Байеров из Европы, потому что у нас в Турции, к сожалению, его еще нет. Даже протестировать было негде. Поэтому, да, я его купила вслепую. Я подумала, раз уж заморачиваться с заказом из-за границы, ждать, пока привезут. Купила себе флакон сразу 100 мл объемов. Поэтому хватит мне его надолго. Ну, судя по отзывам, аромат такой незамысловатый, приятный, сладкий, легкий. Поэтому я уверена, он должен мне понравиться. Он мне подойдет, и я буду им пользоваться постоянно. Сейчас распакуем и проверим, чем же он на самом деле пахнет. Оформление упаковки Bubble Forever не отличается от предыдущих выпусков. Коробка в слюде, внутри фирменный чехол-мешочек, флакон объемом 100 мл, приятного розового цвета, с матовой поверхностью. Если будете покупать 50 мл, то флакон будет золотого цвета. Название парфюма подразумевает схожесть с ароматом жевательной резинки. Многие еще сравнивают его с Маскино розовым мишкой. У меня есть Маскино той-два, и да, схожесть есть, но отличия все же тоже есть. Маскино больше похож на детский розовый орбит, особенно когда запудривается на старте. В то время как Bubble Forever мне напоминает жвачку хуба-буба в такой розовой, круглой, пластиковой упаковке. Монталь на старте более кисло-сладкий, затем утихает, и в базе остается сладость легкая. Шлейф у него небольшой, и вообще он самый негромкий из всей манталевской линейки. И в течение всего звучания я ощущаю аромат от надутого пузыря из этой розовой жвачки хуба-буба. Так что идея точно удалась. Новинки мы распаковали, теперь у нас на очереди хиты. Я взяла еще два аромата, и первый из них будет это Exit the King. Хит среди ароматов чистоты. В последнее время очень мало об этом аромате говорят в обзорах, но я о нем узнала у нашего любимого блогера Макса Фетишиста. Вообще все парфюмы, которые мы покупали по советам этого парня, были просто шикарные. Поэтому я уверена, этот аромат мне тоже понравится. Потому что в интернете, в отзывах тоже люди его очень нахваливают. Говорят, что он легкий, ненавязчивый. Очень красиво звучит, и что это самый реалистичный, настоящий аромат чистоты и свежестиранного белья. Ну что, сейчас проверим. Начну с упаковки. Она в стиле бренда, очень простая, из картона. И внутри вот такой минималистичном стиле флакончик. Очень увесистый, качественно сделанный. Очень мне нравится. У них вся линейка в таком стиле сделана, только цвет может отличаться. Только что я сказала, что это один из лучших ароматов чистоты. А после затеста хочу сказать, что он больше на тему мыльных ароматов. Нежный, тонкий, пудровый аромат цветочного мыла. Очень хорошо сбалансированный аромат. И считаю, что будет уместен повсюду. Не похож ни на один известный парфюм на тему чистоты и уходовости. Несмотря на свою прозрачность и чистоту звучания, он суперстойкий. Шлейф очень приличный. Летом он красиво раскрылся. И мне уже не терпится попробовать носить его в более прохладную погоду. Уверена, будет невероятно звучать в любой сезон. И последним мы сегодня распакуем хит среди гурманских ароматов. Особенно он идеально подходит на лето. Мансера Коко Ваниль. Чему я его выбрала? Я искала аромат на тему отпуска. Аромат с запахом санскрина. Ну, санскрины тоже бывают разные, конечно. Бывают такие, которые пахнут, как, например, ланкастер. Да, более цветочные. Я искала именно с ароматом ванили и кокоса. Да, у меня есть даже такое молочко. Гавайантропик называется. Очень вкусно пахнет ванилью, кокосами. Такой тонкий, ненавязчивый аромат. Летний, солнечный. И вот именно такой парфюм я искала. Изучала, сидела отзывы. И в итоге остановилась вот на этом аромате. Мне не терпелось распаковать и испробовать этот аромат. Я нахожусь в постоянном поиске вкусного кокоса в парфюмерии. Который можно не только наслаждаться с блотера, но и носить на себе. Чтобы он так же красиво звучал на коже. Тем более, мы планируем вскоре поездку в отпуск очередной. И, конечно, этот флакон поедет со мной. Упаковка у него стандартная. Как и у всех ароматов Монсера. Флакон в чехле-мешочке. Что, я считаю, очень удобно. Парфюм всегда находится в темноте. И не портится от дневного света. Сам аромат, конечно, меня покорил. Насколько он летний, вкусный, сладкий. Именно такой я и хотела. Чувствую здесь ваниль, сладкий кокос и тиара на заднем фоне. Но, так заявлен, персик. Если честно, я его совсем не ощущаю. Аромат действительно пахнет не как парфюм, а как кокосовое молочко для загара. Именно такого эффекта я и хотела. Он супер стойкий, диффузный, комплементарный. Вся семья заценила. Дочка теперь просит подарить ей такой же парфюм. Для себя решила, что это не только отпускной аромат, но подойдет еще для борьбы с осенней хандрой. Зимой тоже интересно будет облачиться в него. И обязательно потом поделюсь впечатлениями. Вот и все. Мы распаковали все парфюмы, которые я недавно приобрела себе в коллекцию. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Надеюсь, вы что-то подчеркнете для себя. Придете каким-то выводом. Покупать какой-то парфюм или не покупать. Если я что-то забыла упомянуть, дайте знать в комментариях. Буду очень признательна вашим лайкам, комментариям и подписке, если вы еще не подписались. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи в новых видео. И всем пока-пока.